Очередная годовщина событий 1993 года. Мое поколение политиков вышло именно из этих событий, и в связи с этими событиями определяются все политические позиции. Ну, за малым исключением, есть люди, которые болтаются как в проруби, то к одному берегу, то к другому. А в целом, те, кто был включен в события 1993 года, тогда же самоопределились, кто-то ушел из политики вообще. Это, к большому моему сожалению, подавляющее большинство тех, кто противостоял Ельцину. Другие просто устарели и показали свою никчемность. Это, в основном, те, кто перешел на сторону Ельцина. Но это поколение уже отходит в прошлое. Оно ничего не смогло сделать ни на стороне этой богомерзкой власти, ни на стороне противников. Даже думская оппозиция, которая вся была почти насквозь красная, за исключением какой-то части фракции Родина, которая просуществовала совсем немного и была уничтожена неправовыми методами, лично товарищем Путиным и его мелким песиком Сурковым. Все из 93-го года. Вот как себя тогда человек повел, вот таким он и является. Я написал об этих временах, о 93-м годе немало. Ну вот последняя книжка, где я опубликовал свои дневниковые записки, очень скупые. Вот такая книга, непрекаянные записки. Записки по разным поводам, которые не превратились в какие-то более крупные сочинения. К сожалению, масштабных сочинений, исторических сочинений, исторических исследований о 93-м годе нет. И моя книжка «Метеж номенклатуры», которую я выпустил в 95-м году, собрав все и собрав многие документы, которые сейчас днем с огнем не найти, и остается, по всей видимости, единственным подробным книжного формата сочинением о тех временах. Не какой-то там брошюркой, не статейкой, а именно крупным сочинением. К сожалению, ее сейчас вы нигде не сможете купить. Может быть, найдете в интернете. Если не найдете, обратитесь ко мне. Электронную версию я смогу выслать. Те, кто не связан с событиями 93-го года, это уже другое поколение. А это поколение действительно наушло. Я перестал ходить к памятному месту около Белого дома, Дома Советов, ныне Дома правительства. Потому что никакого единения там нет. Каждый приходит со своим, не изменившись ничему, не научившись, ничего не осознав. И как были различия, в те времена так и остались. Я был в ту пору депутатом Московского Совета. И горжусь тем, что это единственный совет, это на заметку всем сторонникам советской власти, единственный совет, который не самораспустился, а был ликвидирован беззаконным антиконституционным решением Ельцина. Еще и Верховный Совет и ликвидированы полномочия депутатов РССР тогдашнего. Но среди краевых, областных и местных советов единственный совет, который удостоился специального указа Ельцина, это был Московский городской совет, который сразу определился, что действие Ельцина – это конституционный переворот, который сразу создал специальную комиссию по борьбе с антиконституционными действиями. Возглавил ее заместитель председателя Московского Совета Юрия Петровича Сидык-Бондаренко. Увы, уже он не с нами, но это честнейший и достойнейший был человек, к сожалению, которому не довелось поработать в системе государственной власти на высших должностях, которых он был абсолютно достоин. А трус и предатель Николай Гончар, в общем-то, сбежал. Это был председатель Московского Совета, на которого мы рассчитывали, но ничего из него не вышло. Он бегал между различными сторонами, якобы уговаривал тех и других не применять насилие. В награду за свое предательство он получил вечное депутатство в Государственной Думе. С 1993 года и по сей день вечный депутат. И здесь он тоже никто, вообще никто. Для многих спортсменов и вот таких предателей Государственная Дума – это такое место упокоения, политическая пенсия. Никому ты не нужен, никто тебе не верит, сам ты ничего не стоишь. Есть такие элементы. И Совет Федерации, кстати. Ну, в Совет Федерации там полно таких пенсионеров, то есть отпетых негодяев, которых, ну, некуда в силу их глупости и подлости пристроить, ну, их пристраиваться от Федерации. Вот. И тогда я по молодости лет. Мне был 31 год, но политически я был еще совершенно молодым человеком. В 90-м году я стал депутатом Московского Совета. В 93-й год я что-то стал уже понимать, но был резким, дерзким. Поэтому подставлялся не по-детски. И пару раз до критических событий я, ну, когда там швырял камни в ОМОН, когда запрыгнул на спину ОМОНовцу, рискуя быть размолотым в труху, в другом месте, в таком эпизоде, и просто чудом каким-то спасся. И единственное, что мне не досталось, это расстрел Белого дома, когда 3 октября я пришел в Московский Совет. Он был заблокирован подонками более чем среднего возраста, такое демократическое старичье московское. Вот. Они просто гроздьями на мне повисли, человек 10, и я не смог пройти сквозь них. А потом оказалось, что и двери Московского Совета заблокированы. Я пошел в Верховный Совет, надеясь там найти поддержку, чтобы разблокировать Московский Совет. И вроде бы поначалу нашел, поначалу там нашлись люди, депутаты, которые сказали, да, все, сейчас будет, сейчас два БТРа, сейчас взвод автоматчиков и так далее, сейчас только подождите, подождали, подождали, нет, ребята, БТРов не будет, но взвод автоматчиков, да. Потом, нет, знаете, автоматчиков не будет, нам придется тут как-то самим, ну, бронежилеты, автоматы там, каски, все, все будет. Вот, еще подождали, еще подождали, нет, автоматов не будет, бронежилетов не будет, вот вам на всех там, не помню, 6 пистолетов, что ли. Вот, ну, я, поскольку не владел этим оружием, и брать его как-то постеснялся, тем более, что у меня хоть какой-то, какая-то защита в виде депутатского мандата была, ну, как-то мне было не с руки, вот, у кого-то перебивать оружие, хотя, если бы захотел, наверное, бы взял. Вот, и потом эти люди куда-то рассосались, и мы пошли с депутатом Верховного Совета Уражцевым формировать колонну для разблокирования Моссовета, набрали 800 человек, я там в первом ряду встал, потому что не видел возможности как-то от этого уклоняться, и потом сказали, ребята, да там уже около Моссовета тысяч пять гайдаровских сволочей, вот, 800 человек нам явно не хватит, а потом Уражец мне сказал, ну, уже темно было, уже где-то около полуночи, он сказал, слушай, ты иди домой лучше поспи, поступило сообщение, что наши танки вошли в Москву, вот, к утру все решится, все будет нормально, победа будет за нами, вот, ну, я, не выспавшись, а в течение целой недели, болтавшись там везде, пошел спать, ну, на утро лицезрел расстрел Белого дома, вот, мне звонили, говорили, слушай, беги там тебя, где-то там видели и так далее, ну, я только сжег все записки, все телефоны, больше ничего, обошлось как-то, обошлось, ну, как обошлось, вышвырнули на улицу из Московского Совета, безработица, это, ну, я нашел, конечно, потом себе работу, вот, но это устранение, полное устранение из политики, и только благодаря доброй памяти прокурору, генеральному прокурору Казаннику, не произошли массовые репрессии, и массовый казнь, к которым Ельцин, этот выродок, прогулявший свои мозги еще в советский период, готов был, и его сподвижники, типа Явлинского, который сейчас еще коптит небо, вот, типа Немцова, который уже небо не коптит, готовы были к массовым казням, им было, они боялись, они реально боялись, что народ поднимется еще раз, что у народа будут вожди, ничего не получилось, и Руслан Хасбулатов оказался трусом, который не продолжил борьбу, только потом, через годик, он подергался там, решил стать посредником между чеченскими бандитами, чеченской общественностью и федеральными властями, и все. Потом где-то там профессорствовал, преподавал без всякой пользы, бесполезный человек, бесталанный, и Рудской тоже, ну, вроде такой человек, который как-то понимал державные задачи, там выступал соответствующими тезисами, даже нас, делегацию Конгресса русских общин, принял в Белом доме. Вроде он как бы склонялся в эту сторону, но потом, как оказалось, что надо проявлять мужество другого толка, вот без славы и почета пошел на поклон Кельцину, получил губернаторский пост, семейку туда свою перетянул, обогатился, как водится, ну, всякие там дела, скандалы, отошел в сторону и тоже стал политическим пенсионером, где-то доживает свою тоже абсолютно никчемную жизнь. Вот с 93-го года уже столько лет прошло, ничего вообще, то есть люди рисковали, люди погибли вокруг тебя, защищай тебя, и ничего вообще, вообще ничего. И подавляющее большинство тех, кто был тогда оппозицией, они как-то не выдержали своего, своей роли, которая была им уготована судьбой, Господом Богом. Они не продолжили бороться с этим режимом. Они в огромном количестве превратились просто в частных людей. Вы видите, вот точно так же, как и с депутатами СССР. Они просто тихо разошлись. Вот им сказали, ну-ка, пошли в Сион. И они покинули помещение, не приняв никаких решений. Вот. И, в общем, отдали страну в 91-м году. Также в 93-м году подавляющее большинство оказались, ну, не бойцами, прямо скажем. Я считанные единицы знаю тех, кто продолжил какую-то политическую деятельность. Ну, как бы не бросил все. Хотя, может быть, такой серьезной активности и не было. Но самым активным был, конечно, предатель Бабурин. Ну, он не тогда предатель. Тогда его, как бы, не распознали. ОМОНовцы не распознали, его избили. А так-то это, в общем, был ельцинский, а теперь и путинский кадр. Такой агент глубокого бурения. Вот. Предатель такой вот, махровый, который болтается от коммунистов, готов от них баллотироваться, которые его всегда поддерживали. До путинистов, единороссов, которые тоже его поддерживали против Родины. Унижая, уничтожая Родину, они поддерживали Бабурина. Вот, наверное, самый активный, который остался с тех времен. Вот. Но заведомый предатель. И это предательство позволило ему в дальнейшем заниматься политической деятельностью. Он и сейчас где-то там болтается, охмуряет патриотическую молодежь. Предатель. Вот. Ну, что еще вспомнить? После, конечно, тяжелая жизнь, 10 лет до следующего витка, можно сказать. Там было еще две попытки, когда Конгресс русских общин выходил на выборы, и я там сражался как мог. Ну, там тоже были подтасовки, никаких, естественно, никто не обещал. Мы и не знали, что такие подтасовки возможны, когда там просто взять у одних все голоса и отдать другим, как произошло в 99-м году с путинским единством. Ну, просто взяли, соскребли со всех голоса, и тогда Конгресс русских общин получил там 15 сотых процента. Ну, это воровство было. Ну, некоторым людям это было известно, что воровство. Мне сейчас это известно. Вот. И только в 2003 году снова как-то какое-то оживление, и там в Кремле решили поиграть, там такая комбинация, вроде такой рост стихийного русского национализма. И они решили погасить, возглавив этот процесс и утопив уничтожив его. Ну, тоже набрали достаточно предателей. Мне довелось честно отработать, сражаться на всех фронтах, и я продолжаю насколько могу. Но, подчеркиваю, поколение 93-го года ушло в прошлое. Уже сейчас даже молодежь по России не вспомнит, что там было в 93-м году. Ну, они вообще ничего не помнят, они не знают, в какой стране живут, не знают ни истории, ни культуры, ни литературы. То есть, являются русскими только по языку, который тот искалечен до такой степени, что уже думаешь, да это вроде как и не наши люди. В этом смысле русский народ и в 91-м году, и в 93-м году, и во все последующие годы показал, что он сошел с политической арены. В особенности сейчас мы это видим, когда масса русских людей ходит в этих позорных масках. Ну, скажем так, те поколения еще как-то боролись, еще была какая-то часть народа, которая сопротивлялась, которая позволяла и остальным людям называть себя народом. Сейчас этой части нет, сейчас остались, ну, можно сказать, ошметки прежней политической эпохи. Впрочем, как и Путин, и вся его кодла, это тоже ошметки, будет какое-то изменение, и неизвестно, что получится вот те, которые получат власть в следующей эпохе, будет ли в них хоть что-то русское, и в тех, кто будет ходить на избирательные участки или формировать политические силы, будет ли в них что-то русское. У меня большие сомнения на этот счет, но пока мы живы, мы сражаемся за Россию, не отступаем и зовем за собой других. Россию, русскую власть, слава Руси, Господи, спаси! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова